Всем большой привет! Это канал Просто Рецепт. Сегодня готовлю очень красивый торт цифру. Я его буду готовить для своей любимой племянницы. Вы увидите, что приготовить его очень легко и просто и очень интересно. Оставайтесь со мной, будем творить вместе. Вначале я приготовлю крем ганаш, так как ему необходимо будет постоять 6-8 часов в холодильнике и хорошо остыть. Для него я возьму 300 грамм белого шоколада и 500 миллилитров жирных сливок. Сливки должны быть 30 и более процентов. Сливки перелью в сотейник и доведу их практически до кипения. Шоколад заливаю горячими сливками. Все тщательно перемешиваю. Пробью погружным блендером, чтобы получилась хорошая эмульсия. Накрываю пленкой прямо в контакт. Это необходимо сделать для того, чтобы не образовывалась пленка и не было корочки и еще не собирался конденсат. Теперь это все остужаю при комнатной температуре и убираю в холодильник на 6-8 часов. Для этого торта я буду готовить медовые коржи. Коржи у меня будут достаточно большие, примерно 30 сантиметров длиной и их будет 6 штук. Для этих коржей мне понадобится примерно 400 грамм сахара, 2,5 чайной ложки соды, 5 яиц, 200 грамм меда хорошего, качественного и очень ароматного. 250 грамм сливочного масла, 900 грамм муки и еще понадобится щепотка соли. В кастрюльку высыпаю сахар, яйца и выкладываю мед. Все хорошо перемешаю. Добавила сливочное масло и теперь всю эту массу поставлю на медленный огонь и при постоянном помешивании доведу практически до кипения. Масса закипела, перелила ее в глубокую емкость. Теперь буду добавлять соду и хорошо размешивать. Теперь эту массу необходимо полностью остудить до комнатной температуры. Когда масса остыл до комнатной температуры, выкладываю сразу половину муки и все хорошо перемешиваю венчиком. Тесто должно быть мягким и даже вот таким вот живым. Оно не должно быть забито мукой, потому что оно постоит еще в холодильнике и станет более плотным. Я разделю это тесто примерно на три части, чтобы мне было удобнее работать. Каждую часть уберу в пакет. Тесто убираю в холодильник минимум на два часа. Тесто уже отлежалось в холодильнике, оно уже готово. Я взяла часть для одной цифры. Все тесто надо разделить лучше на столько частей, сколько вам необходимо. У меня вот такие большие цифры, достаточно большие, примерно 30 сантиметров в высоту они. Тесто необходимо раскатывать сразу на пергаментной бумаге. Пергамент должен быть хороший, чтобы тесто не прилипало. Немного разомну его в руках, потому что оно холодное. После того, как цифра вырезана, ее необходимо хорошо наколоть. Переложила вместе с пергаментом на противень и ставлю выпекаться при 180 градусов до золотистого цвета. Итак, для крема мне понадобится ганаш на белом шоколаде и 800 грамм творожно-сливочного сыра. Перед взбиванием все должно быть охлажденным. В чашу, в которой буду взбивать крем, выкладываю сыр. Сыр хорошо взобью миксером. Теперь, после того, как сыр взбился, вливаю ганаш. Звучит ганаш. Ганаш. Парк. 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 Вот такой воздушный, плотный крем должен получиться Теперь буду собирать торт Перекладываю крем в кондитерский мешок с насадкой круглая 8 мм Крем помного не кладу, чтобы он не таял в руках Выкладываю клубнику Первый слой нижний готов Теперь выкладываю второй слой коржей И опять слой крема Продолжение следует... Вот такой замечательный сладкий подарок можно сделать для своих родных и близких Очень красиво, необычно но в то же время очень интересно и легко Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, пишите свои комментарии Я с вами прощаюсь До скорых встреч Всех благодарю за внимание Свою племянницу поздравляю с днем рождения Всем пока-пока